По матросе или и бросили? Или о приезде Зеленского в Германию, где он на коленях умолял о том, чтобы Европа покупала, продолжала покупать газ через Украину, упрашивал Меркель. А все немецкие СМИ просто ржали в голос и вообще не могли понять, о чем он говорит. Если через Северный поток в два, Германии покупать очень выгодно газ, а самое главное, что это очень надежно, а экономика Германии должна, конечно, иметь очень серьезного партнера, который даст нам ресурсы дешево. И поэтому Украина, которая все время наживалась на этом моменте, нафиг не нужна. Это всего лишь бизнес. И когда Украину втягивали во все эти вещи, когда-то что-то ей обещали, тебе говорят, ну все, поматросили и бросили, ну как ту падшую девушку, которая дала за просто так. Напоминаю, что Украина заработала на дешевых ценах на газ, на которые она перепродавала в Европу через себя за весь период, 84 миллиарда долларов. Вот столько старшая сестра позволила заработать своей младшей сестре за весь этот период времени. Украина сейчас на коленях выпрашивает, так сказать, ведет себя вот как последняя шлюшка, чтобы выпросить у Евросоюза полтора миллиарда, но они хохочут и ничего не дают. Вообще-то Украина за последние несколько лет превратилась в самую бедную страну Европы. Живут в Киеве и то где-то в центре, на краях Украины творится вообще полный беспредел, я имею в виду финансы. И они говорят, ну пожалуйста, мы же защищаем вас от России. Их хохочут. От кого вы нас защищаете? Господин Зеленский, вот вы продали, вы проститутка, она никогда никому не нужна. Я, кстати, расскажу, где нужна проститутка. Вот когда она домой возвращается, сестра всегда простит. Да, ну куда ее деваться? Ну вот загуляла эта сестра, Украина не первый раз в своей жизни гуляет. Но вы должны четко понимать, что никто вам ничего не даст. Это всего лишь бизнес. Все, вас поимели, вы прокладка. Извините. Есть такое понятие, господин Зеленский, и элиты Украины, и может быть даже граждане Украины, потому что многие же все-таки поддерживают это правительство. Геополитика. А вот геополитика это доминирование одних государств над другими. И вот Германия для того, чтобы сегодня устоять в этом общем мире, ну допустим, экономика Франции летит в Тартарарым, экономика Италии вообще улетела в Тартарарым, не выдержав конкуренцию с Китаем. Так вот единственное, кто сегодня серьезно устоял в Европе, это экономика Германии. Но если она не получит дешевый газ, ну по обменяемым ценам газ, она проиграет эту схватку с Америкой, с другими глобальными игроками, превратится также в страну третьего мира. А немцы за себя бороться умеют. Поэтому немцам срать на Украину. Они будут делать так, как выгодно им. И вообще вот эти такие подачки, ну пожалуйста, хотя бы компенсируйте нам чего-нибудь. Кто вам чего будет компенсировать? Все страны, которые европейские, ну как бы встали на этот путь, они все нищие. Литва, Эстония, Латвия. Сегодня Молдавия туда же пошла. Кто кому чего будет компенсировать? Немцы решают жестко свои задачи. Остаться одной из сверхдержав в этом мире. Привет, господин Зеленский.